Дорогие любители активного отдыха! Мы на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесии. Этот красивый и уютный уголок России привлекает многих фанатов разнообразием спортивной и любительской рыбной ловли. Здесь, на прудах и водоемах, можно поймать сазана, карпа, белого амура, толстолобика разных мастей, леща, красноперку, судака и окуня. На высокогорных озерах и горных речках ручевая форель. Ниже, в Кубани и ее притоках, водится подуст, усач, латва и, конечно же, голава, которого мы сегодня попытаемся поймать. А поможет нам в этом мастер спиннинговой ловли Геннадий Корнев. Корнев. Привет, Ген. Привет, Сей Сереж. Познакомь нас, пожалуйста, с такой рыбалкой, как ловля голавля, спиннингом, да еще и головлиным, как говорят, головлиным же воблером. Во-первых, давай начнем с того, что какую снасть именно подобрать для себя, какой это будет вариант. Можно ловить на разного рода спиннинги, их сейчас очень огромное и достаточное количество, как в ценовом диапазоне, так и в тестовом диапазоне. Но желательно найти все-таки оптимальный вариант, скажем так, чтобы подходило и было и удобно, и комфортно, и полезно, скажем так. Вот перепробовал огромное количество спиннингов для ловли голавля, я пришел к такому, сделал для себя, так скажем, выбор. В сторону спортивного спиннинга, именно спортивного, не любительского, а это больший спортивный инструмент, которым ловят практически все спортсмены, в том числе и чемпионы. Это спиннинг фирмы Pantone 21, называется Stila. Предназначен больше для ловли форели в наших горных реках, но, как показала практика, он исключительно подходит для ловли голавля. Этот спиннинг достаточно легкий, прочный, изящный и в то же время информативный в плане того, что очень хорошо помогает выудить рыбу, подвести к себе. А это удобно на соревнованиях, правильно? Это очень важно на соревнованиях, потому что там бывает, что одно очко – это золотая медаль. Поэтому, как бы сказать, это и отличный помощник именно для ловли. Ну и в то же время, таким спиннингом просто легко ловить. Ген, а какой катушкой ты предпочитаешь пользоваться? Не на соревнованиях, а в момент, когда ты тренируешься, просто ходишь, скажем так, по Кубани и повседневно? Ну, скажем так, что очень популярные катушки, есть очень хорошего качества, очень приятные, скажем, в работе. На сегодня мы будем пользоваться, скажем так, не столь популярной катушкой. Ну, так это бюджетная. Это совершенно бюджетным вариантом. В принципе, просто при больших переходах через, по этим нашим зарослям, ну, не хочется ее просто вреки. Хорошую катушку можно купить? Да, конечно же. Вот наиболее совершенно бюджетный вариант катушки. Ну, во всяком случае, хочется заметить, хочется подчеркнуть и обратить внимание спиннингистов, скажем так, что к любому инструменту нужно обращать, как бы сказать, подходить бережно, да, относиться бережно. Также к такому недорогому. Да, не важно, сколько это самое, этот инструмент должен долго работать. И такой, скажем так, не важно, сколько он стоит. Да, и упаковка, обычно такая вот, упаковка будет только вам в помощь. Ту катушку я, наверное, мотал мононить, что более подходит для ловли головля, в принципе, в плане в том, что менее травмирует рыбу, кстати, чем некоторые, которые пользуются плетенкой. Там меньше, может быть, теряешь... Конечно, конечно. И рыба сильно при своем рывке, при подтяжке, она сильно травмирует свои органы, скажем так, что не сильно, скажем так, приветствуется в рыболовном мире и в рыболовном спорте. Хорошо. Ген, давай, если ты не против, мы рванем ловить рыбу и об остальном поговорим в процессе. Да. Вперед? Вперед. Ловить мы будем там. Сегодня резких перепадов уровня воды в реке не было. Поэтому и плев рыбы, возможно, будет неплохой. Удача на первом же забросе – наилучшее этому подтверждение. Опытный спиннингист, грамотный снасти и четко подобранный воблер, под окружающую ситуацию, делают свое дело. Такие результативные моменты в жизни просто обязаны сопровождаться улыбками. Отцепляем воблер. И как можно быстрее его надо отпустить в воду, чтобы он все-таки не заснул у нас, как говорят рыбаки. Есть. Есть, Сереж, еще один. И как подтверждение моим словам, то, что правильно сбалансированная снасть, правильно подобранные воблеры. Очень точный и правильный заброс. И вот он, второй экземпляр с одной точки воды, по-моему, даже покрупнее, чем первый, да? Прекрасный, красавчик. Поймали мы его на воблер с вид кренг фирмы Цурибита. В переводе этот кренг называется «сладкий». Вот достаточно он сладкий приходится для наших головлей. Я не сдержался. Хочется быть поближе к радости Геннадия. Тем более я уверен, что он позволит мне отпустить эту сильную и великолепную рыбу на волю. Вот такой достаточно деликатный, достаточно легкий, достаточно... Не дал ни одного шанса уйти этой рыбе от наших рук. Какой разговорчивый, да? Да, это же он. Он очень часто хлюкает. Будем отпускать, да, мы его, наверное? Да. Ген, ты его отпустил? Позволишь мне этого отпустить? Да, пожалуйста. Хорошо? Хорошо, отпускай. Спасибо. Ой, красавчик. Давай, иди, давай, иди. Живи, живи. А так приятно. Приноси радость нам, нашему потомству, своему потомству. Хорошо. Класс! Ну, чувство удовлетворения остается, что ты ее выпустил. Чувствуется. Да. Ну, чувство удовлетворения. Хорошенький. 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 Ладно. и вот трофей в твоих руках теперь он твой ты в сапогах ты молодец тебе хвала и рыбка тоже не мало как соответствует наша рыбалка спортивного принципа поймал отпусти мы всю рыбу сегодня будем отпускать давай дорогой и живи и размножайся еще один еще один примерно такой же до грамм 200 300 ушел мой не вредим вот наш точный заброс под самый берег и свой определенный опыт в точности заброса как раз и приносит на положительный эффект в том плане что просто куда-либо кидать приманку нет никакого смысла нужно ее посылать точно и в цель иногда хочется что-то по импровизировать что-то предложить свое что-то головлю и вот в этот момент зимними долгими вечерами начинаются работать голове фантазии по изготовлению скажем так своих приманок она очень интересная модель может быть может быть она и совсем не совсем аккуратненько получилась не совсем как пластмассовая вот этот воблер вот этот воблер сделан из-за липы в принципе выструган как буратино но я его назвал таким веселым названием клон ну посмотрим как он будет ловить да здесь спортивного интереса мы сейчас и проверим это настолько увлекательной и заманчиво когда на свой воблер можно что-то поймать вперед вот физическое положение выбора в воде по сути дела этот воблер был проверен только на коротком скажем так на короткой воде был подогнан под условия а чисто полевое испытание именно уже полову рыбы он будет это его скажем так только сегодняшняя премьера надеемся он сегодня нас порадуют боевые условия отправляем как гагарин в космос да так и он бедолага не раз а будем надеяться читает что он нам принесет все-таки улов и хорошего когда рыбалка азартно из-за хорошего клёва и отличной погоды многое вокруг себя не замечаешь а стоит присмотреться в протоке возле берега в затяжке под камышами черные блестящие жуки вертячки на которых в обычный день из-за маленьких размеров не обратишь внимание ученили массовую гулянку что интересно глаза этих жучков устроены так что они одновременно наблюдают под водой и за тем что над ней скользят по воде с необыкновенной легкостью играют догоняя друг друга описывая круги и показывая этим свой веселый характер а паучку жалко расставаться с паутиной который вот-вот придется оставить и полетит она предвещая всем кто ее увидит начало бабьего пледа есть 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 работает воблерок хороший хороший очень хороший экземпляр я ушел как бы есть есть а вот такие сережки а вот такой фрикцион даже по сути не сработал да ну вот как видишь в принципе в принципе можно подержу да пожалуйста я держу его держу мы чуть-чуть мы чуть-чуть воспользуемся твоей добротой дружочек да можно поцелу можешь поцеловать да мы мы порассматриваем тебя но когда в углу порассматриваем тебя чуть-чуть и сразу же отпустим и не волнуйся абсолютно что он составляет конкуренцию скажем так на вот такие ультралайтовые спиннинги получить истинное удовольствие и столько адреналина выпустить что вполне заменяет и щуку и судака конечно же и плюс к тому что выходя на рыбалку на скажем на наши реки частности вот как мы на кубани сейчас мы полю получаем еще массу позитива в плане того что в какой красоте мы живем какой водой пользуемся такой воды нигде нет такой красоты нигде нет только только у нас есть такая рыба есть такая рыба в наших реках очень мы доказываем что в нашей кубани такая рыба еще есть рыба есть и хочется еще заметить подчеркнуть еще раз к жирной жирной чертой что эта рыба не просто красивая во первых во вторых она она это генофонд дальнейшего пребывания головля в наших реках потому что мелкий головой как как правило он не несет столько потомство сколько может принести вот это рыжим вот это рыба и действительно хороший боец приятный бороться приятно его и отпускать плыви на здоровье рожай еще давай нам еще потомство головль обретя свободу уплыл с родичем своим и я довольный глядя в воду обрел домой и я к своим хотя секреты на то есть секреты вы можете с какой-то который можно поделиться секретов как правило при ловле головля в принципе в принципе не существует самое но есть правило которые как бы надо соблюдать и вот правило первое считаю что нужно внимательно изучать условия водоема в нашем случае сейчас это в котором собираешься ловитры да в нашем случае это угры река кубань с ее другу перекатами ямами корягами завитухами водоворотами знать миграции рыбы в разное время обязательно обязательно потому что в разное время года головы ли мигрирует сверху вниз снизу вверх правило номер два головы хоть и стайная рыба особенно осенью когда он начинает собираться в стае уходить на зимовалые ямы нельзя выбивать рыбу до последней при ловле то есть поймал на одном месте один два три и можно уходить чтобы завтра можно было прийти и снова тут ловить правило номер три и вряд ли это можно назвать правилам скорее там больше собственная инициатива и тяга к рыбалке нужно как можно боль больше и чаще выезжать на рыбалку это практика это практика да это каждый день отработка своих навыков отработка скажем так при приручении спиннинговой снасти к своим рукам и правило номер четыре поймал отпусти отпусти один умный человек сказал что мы беря рыбу домой мы берем у природы это взаимы у детей и внуков чтобы как можно дольше чтобы наши дети видели то что находится в то что живет то что существует в наших замечательных реках чтоб осталось им посмотреть все зависит от нас все зависит от нас от всех окружающих всех тех людей которые приходят на эту реку отдохнуть половить рыбу в общем насладиться купаться неважно относиться к природе надо бережно и с любовью и 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 Субтитры создавал DimaTorzok